Здравствуйте, меня зовут Ильнара Кадырова и вы смотрите новости Аскины на ЮТВ. Каждый вторник и субботу в 7 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Аскинского района. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Глава администрации Аскинского района встретился с Радием Хабировым. Какие вопросы они обсудили и что сказал Решат Дзихин после встречи. С главным архитектором Аскинского района мы прогуляемся по новой школе, которую строит в селе Кшлау-Елга. Судя по звукам, они работают круглые сутки. Будем надеяться, давайте посмотрим. Уроженец Аскинского района отметил 105-летний юбилей, где он берет силы, чтобы трудиться и по сей день узнаем из репортажа. Венера Слямов вернулся в Аскина. Парень полгода пробыл в госпитале после трагедии во время службы в армии. Самое трезвое село получит полмиллиона рублей. Какие села Аскинского района участвуют в программе и на что планируют потратить деньги? За здоровьем на прогулку. Врачи центральной районной больницы гуляют с пациентами и отвечают на наболевшие вопросы. И мы продолжаем серию интервью с уроженцами Аскинского района. Наш корреспондент пообщался с актрисой Татарского театра НУР Ридой Фахрисламовой. Начнем выпуск с коротких новостей. Камени с карьеры, которые добывают в деревне Суюж, будут использовать для строительства дорог Башкирии. Это предложил первый заместитель председателя Госкомтранса. На днях Альберт Сулейманов посетил Аскинский район. Он осмотрел улицы, которые будут отремонтированы в этом и в следующем году по программе «Родная улица». Это кольцевая, участок объездной дороги возле телевышки и улица Ленина. Их заасфальтируют. А на улицах микрорайонов Звездный и Парковый отсыпят гравий. Гости побывали и в селе Кашкино. Там жители ждут новый мост через реку Тюй. Проект готов. После экспертизы объявят торги. Возведение моста предполагает и строительство объездной дороги через деревни Амирово и Малакашкино. Потенциал лесного питомника Аскинского лесхоза высок. Здесь можно выращивать посадочный материал для обеспечения нужд всех лесопользователей района. Это отметил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафудинов. Он встретился с предпринимателями района, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины. Министр побывал в некоммерческом партнерстве «Аскинские лесопромышленники». Основной темой разговора стало развитие лесопромышленного комплекса района, меры государственной поддержки. Также министр лесного хозяйства осмотрел ели, которые в этом году высадили в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия». В Аскино устанавливают детскую площадку между домом номер 3 по улице Пионерская и 18А по улице Советская. Дети с нетерпением ждут завершения работ. В центральной мечети Аскино состоится праздничная молитва. Верующие соберутся 11 августа в Курбан-Байрам в 8 утра. Напомним, праздник приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 августа. Отдыхать будем три дня подряд – 10, 11 и 12 августа. Венера Слямов вернулся в Аскино. Рано утром, в свой день рождения, 9 августа, он прилетел из Ростова-на-Дону. Там парень проходил лечение в госпитале. Напомним, Венер пострадал во время службы в армии. 18 января БТР сорвался со скалы в Абхазии и рухнул в реку. Машина пролетела вниз около 40 метров. Трое парней погибли, двое, в том числе солдат из Башкирии, чудом остались живы. Сейчас Венер дома. На родину он вернулся не один. Глава администрации Аскинского района Ришат Дихин подарил Венеру друга – немецкую овчарку. Парень мечтал о таком подарке и даже сам выбрал пса по фотографиям, будучи далеко от дома. А теперь переходим к основным новостям. Неделя началась с официальных встреч. Час главы прошел в администрации в Рио главы Башкирии. С Радиом Хабировым встретился Ришат Дихин. Один из важных вопросов, который подняли руководители – строительство дороги между селами Кубиазы и Урмиазы. Я получил одобрение. В дальнейшем, вот на 20-21 года, я думаю, что там хорошее у нас асфальтированное покрытие, дорога уже появится. На сегодняшний день мы проект получили. Объем финансирования там потребуется 290 миллионов. Это 10 с лишним километров получается. Охват идет около 20 населенных пунктов, где проживает у нас около 7 тысяч населения. Где у нас есть производство, где у нас есть пиломатериалы, которые на сегодняшний день делают. Ну и, конечно же, башни в добыче тоже по этой же дороге будут ездить. Я думаю, что развитие будет, выход также будет. Я, конечно, понимаю, что в этом году, может быть, не полностью это может попасть, но хотя бы со следующего года, с 20-го, 21-го, эту дорогу мы до конца сможем сделать. Говорили с Радием Хабировым и об инвестиционных проектах. Форелевое хозяйство, строительство фермы на тысячу голов крупного рогатого скота, рапсового завода и зернохранилища. На сегодняшний день там строительство идет. Уже полностью Чехии материалы завезли. Так что я надеюсь, что 20-21 год для нас это станет финально. Есть в Аскинском районе еще один проект. Благодаря воде и грязи, содержащей сероводород, здесь можно построить детский санаторий-профилакторий. Востребован он будет не только у жителей Аскинского и соседних районов, но и у жителей Пермского края и Свердловской области. Также отмечу, что в этот же день в Реугловой Башкирии встретился с руководителем Кургазинского района Башкирии. На этой же встрече Ради Хабиров и Решат Дихин обсудили вопрос строительства школы в селе Кшлауилга. Новое учебное заведение откроется 1 сентября в рамках программы «100 объектов к столетию республики». Экскурсию по новой школе телеканал ЮТВ провел главный архитектор Аскинского района Анатолий Щербинин. Проектная мощность объекта на 120 мест. Это школа, совмещенная с детским садом на 80 мест. На сегодняшний день наполняемость старой школы была у нас чуть больше 100 человек. Полностью будет востребовано. Здесь уже будет спортивная зона. А что она будет сверху, часть? Спортивные площадки для занятия уже спортом, именно для школы. За зданием у нас будет располагаться детская игровая зона, которая будет относиться к детскому саду. Левая часть здания у нас тоже относится к детскому саду. Ну и вот основной комплекс – это школа. На данный момент работает около 30 человек в объекте. Планируем еще увеличить. Судя по звукам, они работают круглые сутки. Будем надеяться, давайте посмотрим. А вот ради Хадиров переделся, что до нового учебного года не было ни одного туалета на улице. Здесь это однозначно предусмотрено проект. Ну плюс заполнительно по району в целом были разработаны отделом архитектуры смертной документации для устройства теплых туалетов. Первого сентября планируем все объекты по школам завершить. Наверх. В целом все уже предусмотрено по современным требованиям. То есть наличие везде компьютерного оборудования, лабораторских. Ну здесь уже детский сад. Населенный пункт довольно-таки развивающийся. Поэтому будем надеяться, что она пустовать не будет и будет пользоваться спросом постоянно. Поэтому дети ее ждут. Надеются, что новый учебный год уже начнут в новой школе. Само здание практически готово к сдаче. Благоустройство территории выполнено на 50%. Отстает от графика из-за погодных условий. Помимо асфальтирования дорожек, на территории школы и детсада построят игровые площадки. А на спортплощадки положат мягкое резиновое покрытие. Кроме этого, проект предполагает и озеленение. Там постелят газон, посадят деревья, кустарники и разобьют клумбы. Уроженец Башкирии отметил 105-летний юбилей. Малахан Нурисламов прошел войну, после работал в совхозе. Он и по сей день трудится. Мастерски вяжет веники и только недавно перестал перекапывать огород. О том, как сейчас живет ветеран и какие трудности он перенес, смотрите в нашем сюжете. Дожить до 100 лет мечтает каждый. Но удается это немногим. Уроженец деревни Урманкуль Малахан Нурисламов не просто перешагнул вековой рубеж, а отметил в этом году свой 105-й день рождения. Трудно поверить, но самые трогательные моменты детства он хорошо помнит и по сей день. В 1937 году Малахана Нурисламовича призвали в армию. Три года он отслужил в Украине, в городе Херсоне, связистом. Вскоре началась Великая Отечественная война. И юноша, как и миллионы простых советских парней, отправился защищать родину. Саванты вақыты, бек ямды, бетен, ер, яхши. Бене шоу-лай болганда, ежеттә мы сухушы. Б҉ді, бек мене шоу-лай болганда, ежеттә мы сухушы. Безінде еберділер, башкине, бетен, егаскерне, көншігышка. Безінде көншігышка. Байкал көрлерінен өттек. Байкал көрлерінен өткеш, монголыя көрттілер. Воевал Муллахан Нурисламов на Ленинградском фронте. Служил в отдельном разведывательном дивизионе. Во время блокады вычислял огневые точки противника. Дорогами войны прошагал до Германии. Награжден медалью «За отвагу». Служил в Ленинградском фронте. Служил в Ленинградском фронте. После победы наш герой вернулся в родную деревню, где работал в колхозе. У Муллахана Нурисламовича большая семья. Семь детей, более сорока внуков, правнуков. Со своей супругой он прожил более полувека. После ее смерти переехал к дочери в Пермский край. На вопрос, в чем же секрет долголетия, ветеран отшучивается. Служил в Ленинградском фронте. Служил в Ленинградском фронте. Несмотря на солидный возраст, мужчина находится в хорошем расположении духа. Конечно, здоровье сейчас подводит, говорит дочь Аниса. Перекопал, пересадил вот эти все-все-все эти. Это сейчас, что ли? Он пересадил всегда. Он копал. И грязь к лареосаду вот два-три года он не может. А так он и топором помогал, и веником всегда. Я из леса тащу. Улга и леиды. По возможности он помогает по хозяйству и сейчас. Муллахан Нурисламович с благодарностью смотрит в прошлое и мечтает встретить 75-ю годовщину Великой Победы. Самое трезвое село получит полмиллиона рублей. Эти деньги они смогут направить на благоустройство. Какие села Аскенского района участвуют в программе и на что планируют потратить деньги, узнаем из нашего сюжета. В деревне Башкортостан Аскенского района сегодня пусто и тихо, потому что все односельчане собрались вон в том доме. Они празднуют 70-летний юбилей жительницы. И все по правилам трезвого села. Деревня Башкортостан одна из первых подала заявку на участие. Республиканский конкурс инициировал в Рио главы региона Ради Хабиров. Жители и администрация Аскенского района поддержали идею и намерены даже выиграть. Деньги сельчане хотят потратить на строительство мемориала участникам Великой Отечественной войны. Здесь никто не продает, поэтому это достаточно проблематично. Положительно сказывается это. И мы, конечно же, полностью поддержали этот проект. Сразу же у нас подключились четыре деревни. Трезвое село сегодня еще дополнительно еще три. То есть, получается, где-то у нас семь-восемь деревень поддерживают здоровый образ жизни. Конкурс «Трезвое село» пройдет в два этапа – районный и республиканский. Учитываться будут результаты рейдов по выявлению незаконных точек торговли алкоголем и работы села по пропаганде здорового образа жизни. Стоит отметить, что в рамках конкурса будет оказываться и социальная поддержка. Вот у нас сегодня в исполкоме Курутая будет совещание, посвященное активизации работы горячей линии, касающейся оказания непосредственной помощи по проблемам с лечением, страдающим алкоголизмом, изолированием и так далее. Село «Победитель» получит полмиллиона рублей. За второе место – 250 тысяч рублей, а за третье – 150. Эти деньги жители смогут направить на благоустройство. Кстати, победитель первого подобного конкурса, который проводился в 2014 году, свою награду получает только сейчас. Нам тоже приятно, по крайней мере, когда мы ведем борьбу с алкоголизмом, с фанфуриками. Это проблема на тему, когда мы поднимаем, и когда жители сами активно включаются в это дело и сами предлагают, и сами же борются с этим. Это самый хороший показатель того, что может быть. Если инициативы от жителей не будет, ты ничего не сделаешь. Один поле не воин. Для этого всегда я говорю, если жители будут со мной, то тогда у нас будет все. И поддержка, и понимание, и работа пойдет в том направлении, которое нам надо. Мы, что самое интересное, изучили, на самом ли деле, да, вот те победители, которые у нас были, до сих пор придерживаются, скажем так, тех принципов нашего конкурса. И вы знаете, придерживаются. И это очень дорого стоит. Это еще раз говорит о том, что этот конкурс будет у нас в республике, да, и имеет очень хорошие перспективы. На пресс-конференции присутствовали представители сферы здравоохранения. По их статистике, в Башкирии смертность в сельской местности гораздо выше, чем в городах. Чаще всего умирают мужчины трудоспособного возраста. Одна из причин – целоупотребление алкоголем. Ну, слышал, да, и ничего хорошего из этого, мне кажется, не выйдет. Ну, потому что кому надо, будут ездить в соседние села. Я вот геолог знаю просто, в поле выезжаем. В одной селе, сход закон, все едят в соседние села. Ну, у нас вот сделали спиртное, продают с 10 до 10. Раньше было с 8 до 11, сейчас с 10 до 10. Я думаю, это правильно. Может, еще ужесточить надо сильнее? Нет, не надо. Почему? Хватит. С борьбой против алкоголя хорошо, позитивно. А в Башкирии нужна такая программа? Я думаю, да. Только в селах или в городах тоже? Я думаю, в городах тоже. Все дело в голове и в воспитании. Если наше правительство будет думать о воспитании, сейчас ничего не думают ни в России, ни в Башкирии, ну, то тогда все будет нормально. Это просто для галочки делается. А к чему это может привести, на ваш взгляд? Ну, к чему? 85-й год, все помнят. Вот примерно к этому же и будут приводить. Будут гнать, будут суррогат пить и так далее. Нужна такая программа вообще? Обязательно. Почему? Потому что у нас полнаселение алкоголиков. Кто-то на нервной почве, кто-то просто привык пить. А кому-то нужна любовь, как мне, например. Заявки со всей Башкирии на конкурс будут принимать до 15 августа. Итоги станут известны в марте следующего года. За здоровьем на прогулку. Врачи Центральной районной больницы поддержали международное движение. И теперь гуляют с пациентами. И отвечают на наболевшие вопросы. Что волнует жителей Аскина? И с каким настроением они возвращаются домой? Расскажем в следующем сюжете. Лучше не в очереди к врачам стоять, а гулять с ними. Так считают многие аскинцы. Они присоединились к международному движению «Прогулка с врачом». В Аскина его поддержали врачи Центральной районной больницы. До начала всем участникам измерили давление и рассказали о питании во время тренировки. или прогулке с детьми. Перед тренировкой выпить стакан жидкости для создания резерва водного баланса при потере жидкости с потом. После тренировки игры сразу съесть фрукты, бублик, пирожок. Даже пирожок можно. Да, оказывается, да. В дальнейшем, через час после игры или тренировки, нужно съесть как можно больше продуктов, содержащих углеводы. Так, это вот для тех, кто занимается спортом, чтобы закрыть вот эти углеводные потери в окно. А после врачи провели разминку. Но предупредили, что взрослым не нужно стараться делать все в том же темпе, что и молодым. Молодым можно делать это быстро, а людям уже более старшего возраста делать это медленно. Потому что так как суставы в шейном отделе уже не молодые, поэтому может быть головокружение. Поэтому наклоны делаем тоже медленно. Интересный элемент разминки показал участница прогулки с врачом Ирина Накарякова. Она бабушка семи внуков. Занимается гимнастикой цигун. Когда я вышла на пенсию, мне было 60 лет, я думала, чем заняться, и я изучила цигун. Два года я занималась цигун дома. Хорошо, очень такая, очень простая гимнастика, доступная. Мне нравится. Очень приятная и очень полезная. Это из цигуна. Очень подходит пословица. У нас есть у башкир такая пословица. Бер улунык тэнгна, бер кище нэ тэнгла. То есть один раз послушай молодого, другой раз послушай взрослого. Это мы слушаем Ирину Ахматнуровну. Ирина Накарякова говорит, что та же согласна китайской гимнастике цигун. Во время ходьбы укрепляются мышечный корсет, кости и суставы. Организм наполняется энергией. Ходьба – один из простейших способов укрепить здоровье. А теперь еще и узнать о том, как его сохранить. Задавайте вопросы, пока есть возможность. Неформально. Все говорят, что ко мне не попасть. Давайте, спрашивайте. Айсул Лиасовна у нас невролог. В течение времени отмечается головокружение. Адреналин. А вы диспансеризацию прошли? Нет. Раньше мы проходили раз в три года, то до сорока лет. Сохраняется прохождение диспансеризации раз в три года. После сорока диспансеризацию проходит взрослое население ежегодно. Что интересного добавилось? Мы с женщинами, очень интересно, актуально, добавилось исследование жидкостной ацетологии на онкологию. Это дорогостоящее исследование. Одно исследование стоит порядка трех тысяч. Поэтому это входит теперь в диспансеризацию, в бесплатную. Помимо этого, в рамках диспансеризации жители Башкирии проходят маммографию, ЭКГ, флюорографию, делают исследование КАЛА, измеряют внутриглазное давление, сахар в крови и другие анализы. Единый день диспансеризации – среда с восьми утра до восьми вечера, а также каждая третья суббота месяца с девяти до четырнадцати часов. Очень хорошо, все сегодня нравится. Сегодня, наконец-то, первый раз у нас солнце появилось. Когда солнце появляется, у меня настроение улучшается. Видите, общение с природой, зеленью, вода у нас здесь, пруд красивый. Не пруд, а озеро, по-моему. Ну и компания сегодня хорошая такая была, врачи, с нами можно было задавать хорошие вопросы, которые нас интересовали. Сегодня все такие умиротворенные. Здесь как бы и машин нету, и спокойно, и не мошкары, ничего, бегается очень хорошо. Полезно, конечно, я и с коллегами своими встретилась. И вот так как нахожусь в декретном отпуске, узнала о нововведениях, о диспансеризации, то, что вот есть изменения, да, полезно было. Сама я уже тоже в этом году пришла диспансеризацию. Такие эмоции. Погода прекрасная, воздух чистый, общение с людьми, со знакомыми. Узнала много информации, дополнительной информации. Я каталась рядом, мне понравилось кататься. Я даже не знала, что это ходьба, я думала, это может быть разговор какой-то, может какая-то просто встреча такая вот. Оказывается, здесь приятность полезная сегодня произошла. Мне это понравилось очень. Я, наверное, еще приду обязательно, каждый раз буду приходить. Брать-педиатр Виолетта Нигара ждет всех аскинцев на прогулку раз в две недели по средам в 8 вечера в парке «Эшлег». А через день она собирает любителей бега. При плохой погоде аскинцы идут в бассейн. Жара такая сильная, душная, но мы пробежали 5 километров, это у нас 4 круга, да. Потом мы делали немножко упражнений, ну все, мы получили заряд на следующий день, все хорошо. Приятно, усталость, очень приятно. Хочу, чтобы все так занимались, чтобы все поняли это чувство. Весной занятия проходили каждый день. Все стремились похудеть, рассказывает Виолетта. Молодого врача удивляет, что люди, которые поддерживают акцию прогулка и пробежка с врачом, никогда не жалуются. Все встречи проходят в теплой, дружеской беседе. Такие разговоры еще и легкие тренируют, говорит врач. Виолетта окончила Башкирский государственный медицинский университет. После учебы вернулась на родину. Это моя родина, я здесь родилась. Здесь живут мои родители, моя мама тоже врач. Я с детства росла, можно сказать, в этой больнице. Не болела, я росла вместе с мамой, потому что мама всегда была на работе, я была часто у нее на работе. И у меня всегда было желание сделать эту больницу намного лучше, внести свой вклад. Я, в принципе, занимаюсь этим, и я не жалею, что я провожу время здесь, что могла бы, может быть, в городе какие-то другие успехи у меня могли бы быть. А так, в принципе, я очень счастлива. Виолетта хочет, чтобы и жители Аскина были счастливы. Если вы не знаете, с чего начать или хотите изменить свою жизнь, то прогулка с врачом – хороший повод заняться спортом и сделать первый шаг к здоровью. Присоединяйтесь и вы к международному движению «Прогулка с врачом». Акция проходит по средам в 8 вечера в парке Ешлег. А наш корреспондент Алина Таюбова тоже любит гулять. Она продолжает встречи с уроженцами Аскинского района. В этот раз Алина записала интервью с актрисой татарского театра «Нур» Ридой Фахрисламовой. Они поговорили о любви к родине, о поддержке земляков и театре. Давайте начнем с того, давно ли вы были в последний раз в Аскино. Когда это было? В Аскинском районе? В Аскинском районе. Сейчас, в данное время, у меня отпуск. Мы месяц отдыхаем. Июль месяц – это для артистов самый долгожданный отпуск. Я каждый год, пока мама жива, я еду к себе на родину. В Аскинский район, деревня Бельгиш. У нас мама живет там. Да, я 10 дней тому назад была. Вот, приехала в Уфу здесь. Сегодня встречаемся, Лаверса. Мой любимый район. Я горжусь, что я там родилась. Я работаю сама актрисой. Обычно из деревень. Я не ожидала, конечно, когда у меня мечты сбылись. Я очень мечтала. Когда маленькая была, я всегда на сцене выступала. Мне говорили, Рида, наверное, ты актриса. Я говорю, ты артисткой, наверное, будешь. Я всегда говорила, да. Настолько была уверена в себе. Я очень Богу благодарна, что я там родилась. А вы начинали выступать в сельском доме культуры, наверное. Да, да. Работает еще сельский дом? Да, работает. Прекрасно. Хочется, конечно, еще пожелать им, чтобы в деревне больше, чтобы они ходили в клуб, общались. Они дружили. Они всегда первые и вторые места занимают. Для меня очень приятно. Они всегда спрашивают, со мной советуются, какой спектакль можно было бы поставить. Для меня это большая честь, что у нас деревня очень сейчас прекрасна. Вот как, Решат Маратович, как поставили, дорогу сделал. Для нас это народ радуется. Для нас эта дорога большая честь. Когда приезжаешь, когда уезжаешь, когда дождей, после дождя, дорога для нас это очень много значит. Для народа, который там живет, для наших земляков. И клуб работает. Деревня дышит. Дышит. Самое главное, хотелось бы сейчас там для меня приятное, хотелось бы газ, чтобы провели. Там как курорт. Я в деревню приезжаю, курорт, отдых. Раньше же, когда мы в детстве, когда мы росли, мы больно этого же не замечаем. Как-то по-другому. Это по-другому. Ой, родители как бы заставляют нам работать. Как бы уехать побыстрее. А сейчас приезжает это наслаждение. Баню сходить, наслаждение. Там ягоды собирать. Там в огороде работать. Стирать там. Все приятно для меня. Это я настолько скучаю. У меня один месяц только. У артистов обычно каждый раз, когда хочешь, тогда в отпуск не пойдешь. Из-за этого для меня отдых около мамы, около родных, для меня большое счастье. Пока моя мама жива, для себя я слово дала. Я буду ехать к себе домой. У нас очень много из моей деревни знаменитостей. Вот Марат Шайбаков. Мы с одной деревни. Я горжусь. Он заслуженный артист Башкортостана. Много-много-много ученых, врачей. Я всегда говорю, я аскинская. Они всегда мне вопрос задают. Ты, Рида, башкирка или татарка? Мы башкиры. Мы башкиры. Когда я училась в институте, для меня вопрос был очень... У нас диалект, да? Диалект. И всегда говорили, Рида, ты, наверное, татарка? Нет. Я говорю, я башкирка. С первого класса до 11 класса я училась башкирский язык. Поступила в институт искусств, актерское отделение. Такие годы были прекрасные. Я училась с гордостью. Я хотела доказать, что мы можем, мы можем. Я всегда говорила, я такая счастлива, я такая счастлива, что я поступила. Закончила актерское отделение у Гулины Баряковой. Арслана, сейчас она не жива. Нет у нас среди нас, конечно. Однокурсники мои все в Сальтамарском театре работают, в Башкирском театре работают. Но я, к сожалению, вот у меня судьба сложилась так, что я в Татарском театре работаю. Я не жалею. Востребованная актриса роли дает. Без ролей не сижу. Для актрисы это большое счастье. Я хочу сказать, что большое спасибо. Надо встречаться своими идеями тоже. Хочу сказать, что Решат Маратовичу, как он пришел сейчас в данное время на пост, глава нашего района. Такая для меня тоже радость была. Мы вместе выступали с ним на сцене, разговаривали. Для меня легко общаться. Для меня приятно, что он пришел сейчас в данное время молодой, инициативный, энергичный, грамотный, начитанный. Со всех сторон он такой. Для нас это большое счастье. Я хочу пожелать ему здоровье, самое главное, семейное благополучие, чтобы семья тоже счастливые, здоровые были. Чтобы он долго работал. Долго-долго. Чтобы не уезжал. Не уезжал, не хочется, чтобы он долго работал. Некоторые, а то приезжают, работают, а потом хороших забирают быстро. А хочется, чтобы он долго там сидел, работал у нас, Васкинский район, чтобы поднимался, поднимался, поднимался. Я хочу, чтобы у нас было хорошо. Я всегда буду с открытым, открыто, открыто. И что надо будет, я для района всегда буду с душой и телом всегда помогать. Буду. Ловишься. На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Аскина каждый вторник и субботу в 7 часов вечера. Поделиться своими новостями вы можете в группе Уфанет в Аскина ВКонтакте или рассказать их менеджерам в офисе компании Уфанет. В продолжение эфира смотрите программу Телеоткрытка и открытую студию с приветами от Аскинцев. Всего доброго. Привет, меня зовут Алсу, а это мой племянник Аскар. Мы приехали сюда из Крайделя. Мы хотим передать привет моим родителям. Мы с ней Ганиев Рашид, его бабушке, дедушке и маме Аскара, Алие. Привет, помаха Аскар. Здравствуйте, меня зовут Лейсан. Я хочу поздравить своего любимого, дорогого, родного сынульку старшего с 14-летием. Рамир, сынок, с днем рождения тебя. Расти большим, здоровым, крепким. Чтоб у тебя в жизни все получилось, чтоб ты достиг нужных высот. Мы тебя очень сильно любим. И радостно. Рамир, брат, с днем рождения. Меня зовут Искандер, мне 8 лет. Я люблю кататься на велике, и я хочу передать привет папе, Тимуру и Эльвире от Гамни. Меня зовут Алина, мне 10 лет, передаю маме привет всем близким друзьям. Меня зовут Раиль, я передаю привет всем своим друзьям, передаю привет бабушке, бабушке и дедушке. Всем привет, я не знаю, мне 5 лет. Меня зовут Дина Фахрединова, мне 5 лет. Я хочу передать своим бабушкам и дедушкам. Всем привет, меня зовут Рауза. Я люблю рисовать. Мне 4 года. Мне 4 года, и я люблю... Хочу передать привет. Привет. Я хочу передать привет. Хочу передать маме. Маме и папе. И братику Вазгену. Да. Добрый вечер. Меня зовут Альфия. Рядом сидит моя дочь Лилия. Сегодня мы хотим воспользоваться таким прекрасным, прекрасной возможностью поздравить нашего дорогого папу, мужа с предстоящим 55-летием. Дорогой Фарид. Поздравляем тебя с твоим юбилеем. Желаем тебе всего самого наилучшего. Ну и, конечно, как супруга я тебе хочу сказать, что мы тебя очень сильно любим, дорожим, ценим. И хотим, чтобы у нас все было хорошо. Привет большой передают наши дети из Уфы. Наиль, Альбина, твои любимые внуки Карим и Эвелина. Папочка, мы хотим поздравить тебя с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим. И я от своего имени, от имени мамы, от имени сестры Наиля, от всех хочу сказать, что мы тебя очень сильно любим, бережем. Оставайся таким, какой ты есть. Ты самый лучший папа в мире. Всем привет. Меня зовут «Телегам». Я хочу передать привет моей бабушке, маме, сестре, моим друзьям. Когда я вырасту, я хочу стать программистом и чтобы у меня была своя компания и все такое. «Телегам». Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телеканал ЮТВ, программа «Телеоткрытка». В этот день мы поздравляем с праздниками самых близких и родных. Говорим теплые слова и пожелания от всего сердца. Наше первое поздравление для прекрасной и очаровательной Гайфулины Гульшат Рамилевны. С днем рождения, дорогую и любимую маму поздравляют дочь Алсу и сына «Богын менің үшін изгек күн. Шынки 10 августа дыняға келген менің әнеем Гульшат Рамил қызы. Бек үнған оқылы, іштеда бектырыш. Бұрай өзе ғдава қанасында инде 15 илдан ортты кеметист тарабылы пішлей. Бек үрнак лэшшен ол. Гойлада менің әнеем менің бек зұр үрнак. Аға сүйіні біті әлмем. Опайыма ғам менің әнеемі зұр тірек ғам ердемшіл. Шушы жәйгі күні сіңі әнеем зұр тазалық үзін үмір тілесім кілі. Опайым білан біз сіні нүқ иытып яратабыз. Синтуғанға Бұдың шылай яқтыдыр Синтуғанға Бұтын жиқан шатлағандыр Синтуғанға Тире яқта қаршак бәйрәм Синтуғанға Бүгінгі дай сүйкімлі бұл Бүгінгі бәхетлі бұл Жәй гүлләрі үскіндәді Яс яфрақылар ярғандада Күз жілләрі үскіндәді Жіргі қарлар Йогандада Гүлшат Рамилевна С днём рождения для вас звучит эта песня үскіндәді 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 үскінді 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 Инь-якын кишин сен, Эрнеем, жоным сен. Садырлеп устырдың, Жон аланы беріпсен. Дюндарыны илкаламы, Бэхтілі боласын деп. Инь-якын кишин сен, Инь-якын кишин сен, Инь-якын кишин сен, Эрнеем, жоным сен. Тұрмышта орының, Дел түрде әнеем, Олыдыңды бошиям, Маяғым сені менім. Инь-якын кишин сен, 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 Эрнеем, жоным сен. Инь-якын кишин сен, Инь-якын кишин сен, Инь-якын кишин сен, Инь-якын кишин сен, ПЕСНЯ В прекрасный день 5 августа в городе Якутск на свет появилась чудесная девочка Арина Галина. У нее замечательная семья. Мама Гульнара, папа Ринат, брат Рустам. Дорогая наша Ариночка, поздравляем с твоим прекрасным 16-летием, с порой любви и сладкой мечты, с возрастом вдохновения и высоких целей. Желаем путешествовать по странам счастья и чудес, по городам веселья и забав. Пусть то, к чему стремится твоя душа и добивается твое сердце, непременно станет твоим. Пусть с любой проблемой поможет справиться поддержка друзей и любовь семьи. Ты совсем большая стала, ведь тебе 16 лет. С этой датой поздравляем, ты прими от нас совет. Оставайся самой яркой, будь счастливой и мечтай. Принимай цветы, подарки, хорошей и расцветай. Арина, поздравляю тебя тетя Рима, дядя Камиль, двоюродные сестры Лолита, Милена, братишка Артур, дядя Фадис и любимая Нэнэй Фанузе. Арина, пусть все у тебя будет прекрасно. С днем рождения! А это небольшой сюрприз специально для тебя. С днем рождения! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok